Всем привет! Вы на канале Морослайф. И сегодня я расскажу о такой теме, как медицинская страховка в Чехии. Ранее в предыдущем видео задавался вопрос от нашего подписчика Citrus Citrus, который задавал вопрос о стоимости медицинской страховки для детей. Решил не просто даваться фактами, то есть озвучить какие-то цифры, а реально рассказать о всей сути этой страховки в Чехии, что она себя представляет, какие виды ее есть. Ну и в конце уже расскажу по стоимости на данный момент, сколько стоит, для кого и как это вообще все происходит. Итак, кто, кстати, ребят, не смотрел предыдущие видео, не успел еще посмотреть по каким-то причинам, переходите по ссылочке. Вот она, кстати, появилась. Смотрите, комментируйте, лайкайте. Ну а мы переходим к нашей основной теме. Итак, ребят, в Чешской Республике, как и в любой другой стране Евросоюза, существует обязательное медицинское страхование. В Украине, к сожалению, еще полностью этот проект не запущен. Но уже в Евросоюзе, во всем, так именно и в Чехии, тоже это все уже действует давным-давно. Согласно закону, любой иностранец, желающий проживать на территории Чехии, обязан заключить договор со страховой компанией. Другими словами, должен иметь медицинское страхование в Чехии. На сегодняшний день существует две формы обязательного медицинского страхования. Государственное и коммерческое. Рассмотрим каждую из них по порядку. Что такое государственная система, то есть государственное медицинское страхование должны иметь. И кто их, в принципе, должен иметь? Граждане Чешской Республики с постоянным местопребыванием в Чехии. То есть, по-другому, с самыми Чехии. Второй пункт – это иностранцы, имеющие разрешение к постоянному пребыванию в Чехии. То есть, ПМЖ. Это те люди, которые пребывают на территории Чешской Республики уже длительное время, там больше пяти лет, и имеют втрывалый побыт, по-другому называется, по-чешски. Это ПМЖ. И также их дети. Тоже имеют возможность пользоваться государственной страховкой. Иностранцы, трудоустроенные у чешского работодателя с юридическим адресом в Чешской Республике. То есть, это люди с ВНЖ, которые работают напрямую, либо на агентуры чешские, в таком случае это мы попадаем под этот вариант, и те ребята, которые работают на чешского работодателя. Иностранцы – владельцы или соучредители фирмы с юридическим адресом в Чешской Республике. Ну, это, по сути, агентуры. Иностранцы, запросившие международный статус беженца и статус международной защиты. Это те люди, которые могут пользоваться государственной системой страхования. Если вы относитесь к какой-то из категорий, перечисленных выше, то на вас распространяется государственное медицинское страхование. Вы имеете полное право выбрать любую государственную медицинскую страховую компанию и заключить с ней договор. Менять саму страховую компанию можно не чаще, чем один раз в год. Если вы являетесь, например, сотрудником чешского работодателя с юридическим адресом в Чешской Республике, то есть работаете по режиму «Украина», либо работаете, сейчас он называется по-другому, квалифицированный работник, то вы можете, то частично медицинскую страховку оплачиваете вы, частично ее должен оплачивать ваш работодатель. Работодатель и работник оплачивает ВЗП. Это самая распространенная государственная страховая компания на территории Чехии. Мы, кстати, тоже являемся данным, участниками данной программы на этой страховой компании ВЗП. Есть такая вот карточка у нас зелененькая, на которой указаны ваши данные, фамилия, имя, дата рождения, номер договора и телефоны горячей линии, куда обращаться. А то работодатель и работник выплачивает ВЗП суммарно 13,5% от заработной платы. Сколько их то выплачивает, при этом 2 трети страхового взноса должен оплачивать работодатели своего фонда, а 1 третий работодатель перечисляет из фонда вашей зарплаты. Где-то можно увидеть, если вы работаете официально на прямую, например, или через агентуру, они вам должны выдавать такие выплатные паски, это называется, они здесь такие бумажечки, на которых расписано, сколько выплачено на социалку, сколько выплачено на заработку и так дальше. Вот. Если же вдруг возникли у вас вопросы, и вы не знаете, сколько оплачивает за вас работодатель, или сколько оплачиваете вы, вы можете обратиться в саму страховую компанию и потребовать отчет о сумме заплаченных взносов. Важно, чтобы процесс оплаты государственных страховых взносов от работодателя соответствовал закону и не возникало задолженности по оплате. Иначе вы можете не только получить штраф, но и иметь проблемы при подаче заявлений на продление ВНЖ. То есть это касается всех ребят, которые работают здесь по режиму Украина и по новой программе «Квалифицированный работник». То есть при продлении карты через два года, через год, в зависимости, насколько кому выдана эта карта, вот, нужно будет предоставить этот отчет, если возникают какие-то проблемы, то могут просто не продлить эту карту. Также это будет касаться и получения ПМЖ. Вот. Если, опять же, пока нет ПМЖ, ну, вот как в данном случае у нас, но мы трудоустроены у чешского работодателя и являетесь честливым обладателем государственной страховки ВЗП, обратите внимание, что ваша карта в данный момент зеленого цвета. То, что я показывал, она вот такая зелененькая. Когда вы через пять лет, студенты, кстати, больше здесь в Чехии, должны пробыть, пребывание в Чешской республике, получаем должное ПМЖ, то карта будет нового образца, будет синяя. В чем реально отличие синей карты ПМЖ от зеленой ВНЖ, самое основное отличие в том, что до получения ПМЖ у всех иностранцев в базе лишь временное родное число, так сказать, это личный идентификационный номер, присваивающийся при рождении и не меняющийся в течение всей жизни. Настоящие же родные числа нам запишут только с получением ПМЖ. Следующее отличие в том, что до получения ПМЖ наша зеленая карта ВЗП действует только на территории Чехии, а с получением ПМЖ нам выдается синяя карточка, она уже действует по всему Евросоюзу, то есть вне зависимости от того, где мы будем находиться, какая-то, если вдруг понадобится неотложенная помощь, либо еще какие-то там проблемы будут со здоровьем, то можно обращаться в любую страну. Также при получении синей карты ВЗП, то есть уже при получении ПМЖ для лиц старше 60 лет и детей, с них снимается обязанность ежемесячных взносов. То есть по-другому. Сейчас кто является владельцем данной карты, это по государственной системе, должны оплачивать всегда взносы, работаете вы, не работаете, неважно. Стоимость на месяц составляет на данный момент 1800 крон, обязательные платежи. Кто работает, они снимаются автоматически напрямую с зарплаты. Кто не работает, должен вносить непосредственно сам, чтобы жить в Чехии, и нужно обязательно вносить эти взносы. При получении ПМЖ эти взносы не нужно будет платить детям и не нужно будет платить, так сказать, пенсионерам, то есть лицам старше 60 лет. То есть такая вот основная система. Также очень важным плюсом является то, что при рождении ребенка страхование по синей карте ВЗП моментально распространяется на него. То есть это тот пункт, который был озвучен выше, что если у вас есть дети, которые родились уже в Чехии непосредственно, то они автоматически имеют государственную страховку. Государственное медицинское страхование в Чехии не могут иметь иностранцы. Тоже следующий пункт. Кто же не может иметь государственную медицинскую страховку? Итак, занимающиеся в Чехской республике предприниматели, студенты или иностранцы, находящиеся в Чехии с целью обучения, дети, работающих в Чехии, иностранных граждан, не имеющих ПМЖ. То есть если мы захотим сейчас забрать ребенка, что мы планируем сделать в следующем году, то наша страховка вот эта, она распространяться на ребенка не будет. То есть нам нужно отдельно приобрести страховку, так называемую комплексную. Вот. А комплексная, ой, прошу прощения, коммерческую, это уже отдельная страховка, отдельная система, которая будет распространяться на тех людей, которые я озвучил выше, и на детей тоже. Коммерческое медицинское страхование должны иметь лица. иностранцы, имеющие долгосрочную визу, это долгодоба виза, или долгосрочный вид на жительство Чехской республики, но не работающие в организации, которая имеет юридический адрес в Чехии. То есть это, грубо говоря, воссоединение семьи. Если вы работаете, то у вас есть государственная система страховки. А если вы сделали воссоединение семьи без возможности работы, допустим, супруга или супруга, либо там мама, папа и так дальше, то они должны приобрести коммерческую систему страхования. Вот. А иностранцы, имеющие ВНЖ на территории Чехии, как члены семьи гражданина, ЕС или иностранцы, имеющие долгосрочный вид на жительство, то, что я озвучил. В настоящее время такое страхование предлагают следующие страховые компании. Страховая компания ВЗП предоставляет, помимо государственной страховки, ее коммерческую версию ПВЗП. То есть это ПВЗП, поисковное ВЗП. Также популярными коммерческими страховыми компаниями являются Уника, Эрго, Максима и Славия. То есть все страховые компании, которые предоставляют в Чехии коммерческое и медицинское страхование. Условия страховых договоров в разных коммерческих страховых компаниях отличаются друг от друга. Отличаются, например, условия прекращения действия договора, минимальный период страхования, период, необходимый для расторжения договора, стоимость самой страховки и сумма единоразового покрытия страхового случая. Коммерческие страховки также, в свою очередь, делятся на страховки, предоставляющие неотложную медицинскую помощь. То есть сейчас разберем более подробно. Это та страховка, которая действует при несчастных случаях. Такая страховка подходит для туристов или лиц, достаточных о предоставлении краткосрочной визы. То есть, грубо говоря, это, ребят, когда мы едем на трехмесячную визу, это та страховка, которая покупается у нас на родине, предоставляется для туристов. И по вот этой страховке, которую там делаем на 60 тысяч евро, раньше было на 30 тысяч евро, по ней задача обеспечить то есть быструю, неотложную помощь, и если вдруг что случилось там очень серьезное, вернуться на родину. Такую страховку можно привести, как у туристического агентства у себя на родине или страховой компании, которая будет действовать на территории любой страны Евросоюза. И комплексная медицинская страховка, это граждане третьих стран, въезжающие на территорию Чешской Республики, по долгосрочной визе свыше 90 дней обязаны предоставить комплексную медицинскую страховку. То есть, она введена уже еще с 2011 года. Иностранцу при продлении визы разрешение долгосрочного пребывания свыше 90 дней необходимо к заявлению предоставить договор о комплексном медицинском страховании от чешской страховой компании. То есть, здесь уже не прокатит вариант покупки страховки на Украине, либо там на какой-то другой стране, где вы находитесь. То есть, здесь вам нужно будет приобрести в зависимости от того, насколько будет у вас виза делаться, например, на один год, то вам нужно купить и страховку на один год, и которая должна действовать именно уже непосредственно в самой Чехии, и страховка должна быть чешской. То есть, из тех фирм, которые я перечислил выше. Предоставляя данную страховку, проверяйте, чтобы в вашем договоре со страховой компанией на страховой карте был указан тариф «Комплекс». То есть, что здесь сказано? Когда придет сообщение о получении визы, например, мы делаем воссоединение семьи, забираем ребенка, мы должны приобрести здесь страховку, выбрать какой-то один из вариантов, и предоставить уже при вклейке визы в Украине, что у нас есть в Чехии страховка на ребенка. Это обязательное условие. В рамках комплексного медицинского страхования оплачивается не только амбулаторное обслуживание, но и профилактические медицинские услуги, а также введение беременности и роды при соблюдении нормативных сроков, указанных в договоре с вашей страховой компанией. Также добавляется возможность приобрести дополнительное страхование на ребенка как до выписки из роддома, так и для медицинского обслуживания после. Страховой договор по комплексной страховке должен включать в себя обязательное возмещение медицинских расходов в случае лечения травмы или заболевания во время пребывания на территории Чешской Республики. В том числе должен покрывать расходы, связанные с перевозом пациентов в страну, гражданином которой он является. Сроки страхования у страховых компаний в основном от минимальной, это от 1 до 4 месяцев можно делать, так и максимальные до 2-3 лет. Что возмещает комплексное медицинское страхование и какие вообще есть услуги? Комплексное медицинское страхование возмещает следующие услуги. Стационарное амбулаторное лечение, скорую и неотложную помощь, диспансерное обслуживание, профилактическое посещение основных врачей один раз в год, предоставление предусмотренных договором лекарств, транспортировку по состоянию здоровья, экспертизу. Все остальные случаи, выходящие за рамки закона о медицинском страховании, оплачиваются самостоятельно. Однако страховая компания по личной договоренности может оплатить часть услуг или медикаментов. То есть, такая вот идет система. То есть, это не просто посещение врачей, не просто неотложная помощь, если прям уже вообще ЧП какой-то страшный случилось, все умираем, а реально работает страховка по всем видам, по всем случаям. Что вы получаете, приобретая комплексную медицинскую страховку? То есть, в первую очередь, это аналог как и государственной системы, то есть, пластиковая или ламинированная карта. В карте указаны ваши личные данные, фамилия, имя, отчество, номер вашего соглашения, дата рождения, срок действия данной страховки, номер телефона горячей линии страховой компании. Согласно закону пребывания странцами на территории Чешской Республики, эту карту, ровно как и паспорт, с визой и биометрическую карту ВНЖ, вы всегда и везде должны носить с собой и предъявить в случае проверки документов сотрудникам полиции. Если этих документов у вас при себе не оказалось, вы можете быть оштрафованы на сумму от 20 до 50 евро. Поэтому вот эта карточка должна быть с вами, как и паспорт, газогранпаспорт, карта ВНЖ, все должно быть у вас на руках. Дальше, что вы получаете? Договор со страховой компанией и квитанция об оплате страховки. Именно эти документы или их копии вы должны предоставить в посольство или консульство при вклеивании визы в паспорт, а также при пересечении границы, например, в аэропорту. Копия договора страховки, карты и квитанция об оплате также входит в пакет необходимых документов, которые предоставляются в МВД Чехии. При продлении или получении ВНЖ. Оригиналы договора этих документов всегда должны быть у вас. Дальше, что получаем? Дополнительные информационные материалы, которые обычно вам всегда выдают и список больниц, и список врачей. То есть не все медицинские учреждения здесь могут работать по какой-то из видов страховок. В зависимости от того, какой у вас вид, какое название вашей страховки, соответственно будет ей работать определенный список больниц. Это один из таких минусов, можно сказать, здесь, чтобы воспользоваться данной страховкой. Дополнительно к страховке обычно прикладывается правило страхования. Они также доступны на сайте компании и на различных языках. Как пользоваться страховкой? Ребята, это очень важная тема. То есть экстренная помощь. Если не дай бог случилось, если вам или вашим знакомым понадобилась экстренная медицинская помощь, когда счет идет на минуты, артериальное кровотечение, остановка сердца или дыхание, что нужно сделать? В первую очередь вызвать скорую помощь по телефону 155 или позвонить на единый номер службы спасения 112. К счастью, в Чехии скорая помощь работает как часы и приезжает на место вызова максимально быстро. В любую комплексную страховку входит доказание экстренной и неплошной помощи. Эти услуги оплачиваются напрямую страховой компанию и вам не придется ничего платить. Если вы чувствуете, что не можете самостоятельно добраться до больницы, но понимаете, что ситуация некритическая, лучшим вариантом будет взять карточку страховки и позвонить на указанную на ней номер телефона. То есть вот есть такой номер телефона, допустим, на этой карточке. Я созваниваюсь. Это уже второй пункт, когда еще терпимо, так сказать. Вы можете описать свою ситуацию и вас свяжет с врачом, который проведет вам консультацию на чешском, английском или даже на русском языке. То есть все реально, все это есть. Мы, слава богу, на себе это не испытывали и, надеюсь, не испытаем, но, как сказать, предупрежден, значит вооружен. При этом держите карту страховки при себе, чтобы по требованию сообщить свои данные, указанные на карте. В ходе консультации врач оценит вашу ситуацию и либо вызовет вам скорую, передав все данные о вас, либо, если ситуация некритическая, посоветует вам, как добраться и куда обратиться в ближайшее медицинское учреждение по вашему случаю. Ну и третий пункт. Если вам потребовалась рядовая медицинская помощь, вы чувствуете, что появились проблемы со здоровьем или вы получили незначительную травму, мы рекомендуем. Первый вариант. Вы спокойно обращаетесь в больницу или к врачу из списка тех, кто имеет договор с вашей страховой компанией или идете к любому врачу, а потом подаете в страховую компанию заявление на возмещение средств. Вариант второй. Вы звоните на номер горячей линии, указанный на карточке страховки, и врач сориентирует вас по ближайшим больницам. Вот. То есть, такие вот методы, такие вот варианты, как действовать и как вести себя при каких-то случаях, потому что находимся все-таки за границей, есть боязнь того, что не знаете язык. На самом деле, и на русском могут вас проконсультировать, если что-то срочное нужно будет, и на английском, и на чешском. Все эти варианты доступны. Вот. Теперь. По стоимости. Ну, давайте сейчас вкратце расскажу еще раз. Каждая из страховок, их здесь несколько коммерческих страховых компаний. Так, Ergo, Maxima, WZP, и Slavia, и Unica. То есть, это все фирмы, которые работают уже давным-давно, но самой популярной здесь является, и для себя мы сделали, в принципе, основной выбор, это WZP. Одна из самых старейших страховых компаний в Чехии наряду с государственной страховкой WZP предлагает, еще раз повторюсь, на чешском рынке ее коммерческий аналог по иштабной WZP. То есть, можно использовать как государственную систему, так и коммерческую систему. Самым главным преимуществом данной фирмы является то, что по всей Чехии заключено больше пяти с половиной тысяч договоров со всеми врачами. Что это значит? То есть, можно обращаться практически в любую инстанцию, то есть, в любое медицинское учреждение, и она будет подключена к этой программе. То есть, это самый главный плюс. Если сравнивать, допустим, с какой-то из другой фирмой, то это, как правило, разница будет такая приличная. У кого-то заключено всего лишь 20-30 договоров, с какими-то врачами с определенными. В основном, это все крупные города, столица, Прага, Брно, Пилзень, острова. А мелкие такие городишки, как правило, здесь не подключены, поэтому могут и не оплачивать всю эту стоимость. А в WZP, даже и в мелкие города, мелкие населенные пункты, все это работает. Больше пяти с половиной тысяч, это все-таки говорит о себе. Стоимость, конечно, ее будет тоже чуть-чуть дороже по сравнению с другими. Ну, по стоимости, так скажу, колеблется. Ценовая политика от 9 тысяч стартует, это за один год, до 20, в зависимости, опять же, ребят, на какой срок продлевается само соглашение или делается само соглашение. Ну, как правило, старт идет на один год, заключается договор. Если брать ту же WZP-шную карту, WZP-коммерческую систему страхования, то стоимость будет составлять на данный момент 17,5 тысяч крон на один год на ребенка от 6 до 14 лет. Вот. Есть много информации на сайтах, можете погуглить по стоимости, очень много вариантов со скидками, то есть, если чем больше вы берете срок на 2 года, например, или 1,5 года, то они предоставляют скидку на 25%. Это все, опять же, нужно мониторить, нужно смотреть, потому что это все меняется с каждым днем. То есть, такая вот система. Ну, для себя мы сейчас пользуемся на данный момент государственной системой страхования, это WZP. Думаю, тоже будем брать для ребенка эту же коммерческую систему, потому что она, как бы, самая популярная, самая распространенная здесь. Ну, и по стоимости, опять же, скажу так, деньги эти не возвращаются, если вы не воспользовались, это как обычная страховка. Если случилось, то выплачиваются деньги. Если не случилось ничего, то деньги эти сгорают, конечно. Ну, то есть, такая вот система, такая вот информация по данной программе. Вот, в принципе, и все, что хотелось бы вам рассказать. Более подробно раскрыть этот вопрос. Надеюсь, на все вопросы ответил. Если какие-то будут дополнения, добавляйте под видео в комментариях. Может, кто-то сталкивался, не дай бог, конечно, лучше не сталкиваться с такими ситуациями. Дай бог, чтобы только были все здоровыми и все было у всех хорошо. Вот. Вам спасибо за просмотры, спасибо за ваши лайки, спасибо за то, что уделяете свое время. До новых встреч, увидимся в новых видео. Всем пока.